МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Глава города Максим Красноцветов проверил ход реконструкции на Первомайской площади. Она идет в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и программы «Формирование комфортной городской среды». С проектом знакомилась Людмила Ермакова. В центре города большая стройка полным ходом, а конкретнее с опережением графика. Ведется реконструкция Первомайской площади. Выполнены все демонтажные работы. Забетонировано 2000 квадратных метров и уложено 500 метров плитки, оформленной в стиле паркет. На 80% сюда завезены все материалы. На объекте находится 30 человек. Все идет по плану, и на сегодняшний момент этот объект не вызывает у нас каких-либо опасений в части сроков его реализации. За качеством мы следим. Встроенный отзор работает постоянно. Будет установлен фонтан. За моей спиной находится техническое подфонтанное помещение. Все остальное будет организовано в плитке. Будет выполнено освещение, которое из-под земли будет. Фонтан планируется оборудовать с технологией образования воздушно-парового облака. Согласно концепции, новый арт-объект придаст легкости городскому пейзажу, а заодно поможет жителям избежать жары в летнее время. В зоне пешеходного пути от остановочного павильона к пешеходному переходу вдоль Первомайской установят стенды. На них будет размещена информация о городских мероприятиях. По проекту «За юбилейным» со стороны дома 31А добавится парковочное пространство. Фасад самого ДК также отремонтируют и сделают его современным и в полной гармонии с обновленной площадью. Достаточно большой, серьезный и очень интересный. Я считаю, значимый для нашего города проект будет реализован в этом году. Основную часть площади предполагается оставить открытой для организации городских праздников. На ступеньках ДК будут оборудованы деревянные настилы. На них жители могут отдыхать во время прогулок. На площади высадят липовые аллеи. Они будут образовывать тихие прогулочные зоны. На сегодняшний момент работы по реконструкции площади выполнены более чем на 10%. С 2015 года в Подмосковье привели в порядок более 400 больших общественных территорий. В соседнем Красноармейске в этом году начали делать площадь вместо стадиона. Завершить благоустройство территории бывшего «Зенита» планируют к концу года. На месте бывшего стадиона в Красноармейске появится новый объект. Перед Домом культуры раскинется площадь, учитывающая все современные требования комфорта и экологичности городского пространства. К реализации проекта подрядчик приступил 1 апреля. На данном этапе выполняются подготовительные и демонтажные работы. Ведется планировка территории. Проект будущей площади оценил Максим Красноцветов. Совершенно нормальный, хороший проект и решение. Подразумевает достаточно нестандартные методы подходит. Здесь предусмотрен амфитеатр, где горожане смогут смотреть различные представления и концерты. Озеленят 5600 квадратных метров площади. Будет установлено 64 малых архитектурных форм. Предполагается оборудовать игровую и детскую площадки, а также специальное пространство для воркаута. В жаркую погоду жители смогут укрыться под навесами. Фасады всех прилегающих к площади зданий должны быть приведены в порядок. По контракту срок выполнения работ – три календарных месяца. В принципе, к концу июня мы планируем завершать, может быть, с небольшим отставанием от строка, но не позже, чем середина июля. Здесь уже будет красивая площадь с детскими площадками. Несмотря на то, что срок окончания работ уже не за горами, у подрядчика возникают определенные сложности. Апрель получился, к сожалению, не такой, как в том году. У нас очень много осадков выпадает, в том числе и май будет такой у нас достаточно дождливый, снежный. Мы тут, на свое удивление, вчера увидели, что снега выпало 5 сантиметров. Это, конечно, значительно затрудняет работу. Изюминка проекта – живая ель, которая будет возвышаться над площадью. Планируется, что зимой она станет главным городским атрибутом праздников. Именно эту ель будут украшать к Новому году. Но до этого еще предстоит провести большую работу. Людмила Ермакова, Антон Рябов, Анна Белова. Программа «День за днем». Умная платежка, коммунальные бонусы, массовая вакцинация, датчики качества воздуха и многое другое. Губернатор Андрей Воробьев выступил с ежегодным обращением к жителям Московской области. Рассказал о сделанном, поделился планами на будущее. Все подробности у Кристины Лушниковой. С января 2013 года каждый год мы собираемся вместе, чтобы обсудить главное, отчитаться о том, что сделано и определить дальнейшую стратегию развития Подмосковья. Перемены. То, что волнует людей. Под таким названием сегодня проходит ежегодное обращение губернатора Московской области к жителям. Начинается с выручения отличительных знаков. Лео Бакерия и Вячеслав Фетисов получили почетные звания «Почетный житель Московской области». Почетное звание «Почетный гражданин Московской области» присваивается Фетисову Вячеславу Александровичу. Особое внимание в сфере здравоохранения. Первый приоритет – скорая помощь. Ежедневно 8 тысяч вызовов поступает от жителей. Чтобы их стало меньше, обновляют автопарк. В этом году дополнительно купили 167 новых машин. С лета мы переведем скорую помощь на эпителефонию. Цель – не потерять ни один звонок. Если оператор в муниципалитете не возьмет трубку, он будет приадресован в областную службу. И задача – помочь каждому. В Московской области продолжают строить новые больницы и поликлиники. Цель – учреждение для всех в шаговой доступности, в том числе для жителей небольших населенных пунктов. В апреле в селе Ельдигина городского округа Пушкинский открылся долгожданный офис врача общей практики. Также в округе продолжается ремонт объектов здравоохранения. В ближайшие два года будет капитально отремонтировано 4 объекта здравоохранения. Также запланировано на 2023 год строительство детской поликлиники Пушкина. В этом году мы заканчиваем капитальный ремонт хирургического корпуса в Ивантеевке. И также будет капитально отремонтирован корпус, в котором на сегодняшний день расположено инфекционное отделение. 2020 – непростой год. Пандемия изменила буквально всё. Бизнес, медицину, образование, привычки, образ жизни практически каждого. Андрей Воробьёв благодарит предпринимателей, которые, несмотря на трудности, вызванные пандемией, сохранили рабочие места и платили налоги. За год было создано полторы тысячи новых предприятий. Правительство региона готово поддерживать развитие малого бизнеса и содействовать повышению занятости населения. В регионе появился онлайн-сервис «Умная платёжка», который позволяет оплатить услуги ЖКХ без комиссии и не выходя из дома. Разработан проект «Коммунальный бонус» или «Кэшбэк». Своевременная оплата позволит получить бонусы и скидки и на оплату услуг ЖКХ, и на покупки в различных магазинах и кафе. Его планируют запустить уже с 1 мая. Понятно, что этот онлайн-сервис может быть сложноват для старшего поколения. Поэтому и в центрах активного долголетия, уважаемые наши депутаты, главы, и в МФЦ нужно обязательно вести работу над тем, чтобы разъяснить, помочь зарегистрироваться и обучить человека пользоваться онлайн-системой. Новые стандарты жилищного строительства начинают действовать в Подмосковье. Они подразумевают не только возведение домов, но и комплексное развитие территорий. Дворы без машин, светлые и безопасные подъезды, удобный вход без лестниц. Ещё все новые МКД должны быть построены без мусоропроводов. Дело в том, что раньше система, нам всем знакомо, не предполагала разделение мусора. Все зоны, которые у мусоропровода оставляли неизгладимые впечатления, потому что запах там ужасный. Сегодня, благодаря тому, что наши жители разделяют мусор, как и во многих современных странах, делается специальная комната для того, чтобы ты мог разделить мусор. Кроме того, Андрей Воробьёв делает акцент на решении проблем обманутых дольщиков и улучшении жилищных условий людей, проживающих в аварийных и ветхих домах. Также губернатор говорит о необходимости заменить неисправное газовое оборудование до 2023 года. Также поручаю ещё раз обратить внимание, проверить и заменить всё аварийное газовое оборудование, особенно в многоквартирных домах. Здесь любая неисправность является угрозой жизни людей. Согласно опросам, чаще всего жители замечают изменения в окружающем их пространстве – благоустройстве парков, дворов, скверов, набережных. С 2015 года в регионе были приведены в порядок 406 больших общественных территорий, в том числе городской парк Вивандеевки, а также центральный сквер и пешеходная улица. В этом году мы начинаем программу благоустройства в Истрии, запустим благоустройство зоны отдыха в Красноармейске, пешеходная зона будет сделана в Гжеле, Раменский район, территории вокруг озера Бельское в Броницах также будут облагорожены, будет наведён порядок. Строительство дорог, школ и детских садов в области продолжится. По словам главы региона, важнейшие ориентиры в работе подмосковных властей – послание президента, его идеология и поручения. В приоритете остаётся постоянная связь с людьми и желание учесть их мнение. Партия «Единая Россия» с 24 по 30 мая в онлайн-формате проведёт предварительное голосование, чтобы определить кандидатов на предстоящие выборы в Государственную Думу. Регистрация избирателей на сайте началась 19 апреля и продлится по 28 мая. Продолжается и регистрация кандидатов. Член Генерального совета партии, руководитель подмосковных молодогвардейцев Александр Толмачёв сегодня, 28 апреля, предоставил пакет документов в Московский областной офис «Единой России». Он намерен стать кандидатом в Госдуму по 127-му Щёлковскому избирательному округу. В него ходят 7 городских округов, включая Ивантеевку. До этого он дважды успешно избирался муниципальным депутатом в Луховицах. Поработав в более тесном формате с округом, поняв его проблемы, вызовы, запросы жителей, я понял, что можно помогать не только руками, но и головой, принимая законы, решая конкретные задачи и вопросы людей, их просьбы. И поэтому принадлась такое решение. Александр Толмачёв также успешно прошёл обучение и стал одним из региональных финалистов партийного кадрового проекта «Федеральный политстартап», а теперь решил попробовать свои силы в большой политике. Наша задача – соответствовать ожиданиям людей, решать их проблемы, вопросы и действительно улучшать каждым годом качество жизни людей. И вот, собственно говоря, предвыборная программа не только будет базироваться на послании президента и обращении губернатора, но и она будет формироваться в период всей предвыборной кампании, мы будем собирать наказы и точно решать вопросы, потому что каждый округ, даже в нашем избирательном округе, он совершенно разный и уникален. Напомним, «Единая Россия» проведёт предварительное голосование с 24 по 30 мая в онлайн-формате через портал «Госуслуг». Регистрация кандидатов продлится до 29 апреля, а избирателей – с 19 апреля по 28 мая. Очное голосование состоится в один день – 30 мая. Итоги подведут 1 июня. Желаю вам удачи. Спасибо еще раз. Огненные версты войны. Ивантеевская культура объединилась навстречу Дню Победы. В Центре культуры и искусств имени Кекушева провели концерт в антураже фронтовых фотографий. Сегодня все фотографии, стихи и песни о войне – Великой Отечественной Победной. В Центре культуры и искусств имени Кекушева творческое объединение «Объектив и природа» открывает фотовыставку «Огненные версты войны». Поэт, член Союза писателей России Александр Ховричев читает стихотворение «Кукла». С ним он занял второе место во всероссийском конкурсе произведений о войне. На развалинах, что когда-то были дома, взрослые стены, пела девочка песни солдата про знакомый плато в клубе. Рядом там, как аром немецкий, еще бой, как от алтарей, пела девочка, крепко, по-детски, прижимая куклу к груди. На выставке представлена серия фотографий от Андрея Березина из Кашина. Штандарты фронтов на Параде Победы – лица бессмертного полка, корабли военно-морского флота в Севастополе. Евгений Прудников из Москвы демонстрирует снимки Мамаева кургана и памятник верблюдам в Ахтюбинске. На фотографиях Аллы Мещеряковой из Ивантеевки узнаются моменты открытия памятника журавли. На вернисаже вокальный коллектив «Сударушка» исполняет военные песни «Вдовы России», «Иволга», «Фронтовой вальс». В песнях «Вдовы России» В песнях «Тему военного лихолетия» продолжает Татьяна Бардина. Ее авторская песня «Дети и война» стала лауреатом вокального конкурса и вошла в книгу, посвященную песню мастихам о войне современных авторов. Выставку можно увидеть в фойе Центра культуры и искусств имени Кекушева до 12 мая. Анна Пыльцин, Антон Рябов, Анна Белова и ТВ Георгиевская ленточка в каждые руки. На этой неделе в Ивантеевке стартовала патриотическая акция. Всего в Подмосковье волонтеры раздадут более 100 тысяч оранжево-черных символов нашей победы в Великой Отечественной войне. К добровольцам присоединились Иван Чинаев и Антон Рябов. Ветераны, соответственно, их пост, их знамя мы несем по сей день. Конечно, этот праздник очень важен на вечном для меня. Наши дедушки и бабушки нам дали такую жизнь без войны, без всяких вот горестей. Это самый главный праздник, я считаю. 9 мая сделаешь себе здесь бантик, хорошо? Хорошо. Помни о подвигах. И о погоде. Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду с холодными ночами и дождями через день. В пятницу 30 апреля днем воздух прогреется до плюс 10-12 градусов. Ночью температура опустится до 8 градусов тепла. Берите зонтики. Солнце вернется только к воскресенью, на Пасху. На этом у меня все новости на сегодня. Я, Анастасия Квардицкая, прощаюсь с вами. Завтра смотрите итоговое обозрение. Самые главные и интересные новости городского округа Пушкинский. Всего доброго и до встречи на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин